Продолжение следует... 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 С 16 лет добавляется право вступления в брак, добавляется право на труд с определенными условиями. Также появляется право быть признанным полностью дееспособным в судебном порядке. С 17 лет добавляется обязанность, потому что права не может быть без наличия обязанности. Это встать на воинский учет, пройти медицинскую комиссию в инкомате по месту жительства. Вы, наверное, все права основные перечислили, но и вы затронули такой термин, как труд несовершеннолетних. Давайте-ка мы с вами поговорим, в чем как раз заключаются особенности права на труд несовершеннолетних. Ну, несовершеннолетний ребенок, достигший возраста 16 лет, в праве имеет право на труд. То есть работодатель в письменном порядке заключает трудовой договор. Но есть определенные условия. То есть расторжение данного трудового договора разрешено только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и родителей. Кроме того, несовершеннолетний, заключивший трудовой договор, вправе рассчитывать на ограниченное время. То есть рабочие часы не должны превышать в неделю, это не более 35 часов. Помимо этого, несовершеннолетние не могут привлекаться к работе по совместительству, к работе вахтовым методом, направляться в командировки. При приеме несовершеннолетнего работа не может быть установлен ему испытательный срок. Важно ответить, что названные гарантии для несовершеннолетних предусмотрены трудовым законодательством и пользуются несовершеннолетние только до достижения 18-летнего возраста. Хорошо, а какие бы вы советы дали, если вдруг необходима подработка подростку, нет еще 16 лет, не может оформить трудовой договор, но вот тем не менее деньги необходимы. Стоит ли связывать себя с трудовыми отношениями с работодателем, либо все-таки подождать и законно оформить трудовой договор? Ну, до 16 лет это тоже, может быть, с 14 лет позволительно заключать трудового договора. Помимо этого, несовершеннолетние с целью получения помощи в трудоустройстве вправе обратиться в Центр занятий населения по месту жительства. Молодежные центры, Центр социализации молодежи, да? Да, трудовой кодекс предусматривает более мягкие, так скажем, условия для работников, достигших 14 лет, но не достигших 16 лет. Это в неделю часы работы не должны превышать 25 часов. Вот, а остальные такие же гарантии, как и озвучил. То есть, пожалуйста, да, можно пользоваться своим правом вполне. Нет, право на образование также несовершеннолетних, и я знаю, что есть тоже какие-то свои особенности, я прошу вас их озвучить, Андрей Сергеевич. Право на образование ребенка выражается в свободном доступе к образовательным и воспитательным учреждениям. Значит, родители, с учетом мнения детей, имеют право выбора образовательных учреждений и формы получения образования детьми. В Российской Федерации гарантируется вообще смысл этого, да, права на образование. Это гарантия государства на общедоступность и бесплатность данного образования в Российской Федерации. Ну, вы сейчас говорите о дошкольном и школьном образовании, верно? Или мы говорим вообще о всей... Нет, мы говорим и начальное образование, общего, основного и среднего общего образования, среднепрофессионального образования, а также бесплатность на конкурс на основе высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. Хорошо. А вот такой у меня к вам вопрос. Это очень замечательно, когда вы озвучили фразу, что родители могут выбрать. Ну, а если ребенок не согласен с выбором родителей и не хочет получать ту или иную профессию, такое тоже зачастую можно очень часто встретить. Тем не менее, родители выбрали, ребенок как послушный гражданин, да, который воспитывается в семье, вынужден получать это образование. В этом случае может ли несовершеннолетний обратиться в органы прокуратуры? Ну, вы знаете, родители, либо законные представители действуют непосредственно в интересах своих детей. Поэтому при выборе форму образовательного учреждения, они исходят исключительно, как мне кажется, должны исходить исключительно из интересов своего ребенка. Поэтому я не считаю, что здесь будет сильное нарушение прав несовершеннолетних. Хорошо. Кто защищает права и интересы несовершеннолетних? Ну, в первую очередь, это, конечно же, опять же, родители, законные представители. А при этом родители, законные представители вправе защищать своих детей в отношении с любыми лицами и государственными органами без предоставления каких-то специальных полномочий. Осуществляя, как я говорил, защиту своих несовершеннолетних детей, родители должны исходить исключительно из интересов своих детей. Необходимо отметить, что в определенных случаях ребенок вправе самостоятельно защитить свои права и законные интересы. То есть при злоупотреблении родителями своих прав, ребенок вправе обратиться с защитой в государственные органы, а по достижению 14 лет может обратиться в суд. Давайте поговорим, какие это нарушения и сколько выявлено вот таких нарушений в адрес несовершеннолетних прокуратур и вашего Куйбышевского района. Ну, а, наверное, начнем. Ответ на вопрос вот именно, что это за нарушение? Нарушение, которое допускается в отношении несовершеннолетних? В отношении детей и родителей, конечно. Ну, непосредственно на территории нашего района мы охватываем проверками все органы системы профилактики. К органам системы профилактики относятся и образовательные учреждения, и медицинские учреждения, и органы полиции, и социальные службы, и комиссии по делам несовершеннолетних нарушаются различным родом нарушения. Ну, к примеру, в образовательных учреждениях зачастую выявляются несоответствия каких-то локальных правовых актов, соответствующие действующему законодательству. То есть на данные локальные правовые акты, затрагивающие права несовершеннолетних, ну, в части может быть, не знаю, как пример, привести положение о привлечении к дисциплинарной ответственности, прописываются какие-то дополнительные условия. Ношение там в определенных образовательных учреждениях форменной одеждой, прописываются какие-то опять излишние условия. Мы реагируем на это, конечно, принесением протеста, просим привести локальные правоакты в соответствии с действительным законодательством, что удовлетворяется. Помимо этого, в образовательных учреждениях зачастую выявляется недостаточная работа по профилактике правонарушений безнадзорности несовершеннолетних. Выражается это, может, в отсутствии психолога, какой-то недостаточной профилактической работы страны, классного руководителя и так далее. Приносим представление, просим активизировать данную работу, чтобы с несовершеннолетними проводила профилактическая работа. Вы совершенно верно сказали, Андрей Сергеевич, что ребенок живет в обществе. Он имеет право, как мы говорили уже, на труд, на образование, на медицинское обслуживание и на многие другие сферы, в которых он живет и в которых он общается. Но вот мы сейчас с вами заговорили про школу. Какие нарушения со стороны работников образования сейчас поступают к вам? Ну и, может быть, дети сами являются участниками вот таких нарушений. Каким образом вы отрабатываете вопросы школы? Вопросы школы непосредственно закон об образовании предусматривает. Что значит, учащившиеся образовательные учреждения, находящиеся на учебе, со стороны образовательных учреждений должны предоставить безопасность условий нахождения. Если в случае школьного нахождения во время учебных занятий с несовершеннолетним случается травма, случается драка, опять же, ответственность лежит на должностных лиц данного образовательного учреждения. Как мы отрабатываем? Ну, конечно, мы смотрим, какая была профилактическая работа проведена со стороны должностных лиц данного образовательного учреждения. А какие меры им были приняты для того, чтобы предотвратить то или иное событие. Даем этому оценку. И в случае ненадлежащего проведения профилактической работы приносим представление об устранении данных нарушений. Я, конечно, понимаю, что эта тема отдельной программы, и это очень большая, обширная тема. Но, тем не менее, коль уж мы с вами заговорили о школе, я не могу не задать вам вопрос, как вообще обстоит дело с коррупцией в школьных учреждениях, ну, разумеется, подвенственным вам в Акубишевском районе. Ну, знаете, каких-либо фактов коррупции в образовательных учреждениях, фактов возбуждения уголовных дел, материалов проверок, такие факты отсутствуют у нас. Ну, граждане, конечно, к нам обращаются по вопросам каких-то либо сборов в образовательных учреждениях. Такие факты присутствуют. Мы проводим проверки, конечно, реагируем. Но если такие имеют место быть случаи, нужно обращаться в прокуратуру? Конечно, нужно обращаться в прокуратуру. Здесь нужно понимать, сбор данных денежных средств производится непосредственно образовательным учреждением, либо... Или все-таки родительским комитетом, да? Конечно, в данном случае надо проводить проверку и устанавливать, для чего, почему собираются денежные средства. Хорошо, вернемся к нашей основной теме. Вот такой вопрос. Какие государственные органы осуществляют защиту прав и интересов детей? Защиту прав и интересов несовершеннолетних детей осуществляет, конечно же, это орган опеки и попечительства, это прокуратура, это суд, и, конечно же, это комиссия по делам несовершеннолетних, которая является координирующим органом в профилактике безназорности и правонарушения несовершеннолетних. Я хочу спросить вас, как осуществляет вот именно эту же защиту прав ребенка именно прокуратура, то есть что вы непосредственно делаете, если вот мы сейчас говорим о защите прав несовершеннолетних детей? Знаете, прокуратура защищает права и законы интереса ребенка путем непосредственного участия в делах, связанных с защитой прав детей, а также надзора за теми, как они соблюдаются, как правило, управомоченными органами. Вот то, что касается непосредственного участия в делах, связанных с защитой детей, прокурор, участвуя в каком-то гражданском деле, дает заключение о необходимости, ну, если мы возьмем, в примеры, лишения родительских прав, да, о необходимости лишения, ограничения в родительских правах родителей или родителей, исходят непосредственно из интересов ребенка. Поэтому мы изучаем в данном судебном заседании необходимо также присутствовать представителю дела органа опеки и попечительства, который предоставляет суду акт обследования жилищных условий. Прокурор, участвуя в деле, дает всему эту оценку и дает заключение действия в интересах ребенка о необходимости лишать или ограничивать родителей, родителей в родительских правах. Другой путь – это надзор за теми органами, за теми органами и правомочными органами, которые должны соблюдать права и интересы несовершеннолетних детей. Здесь, конечно, не ограничивается только органам отдела опеки и попечительства. Здесь мы, конечно, исходим с того, что в систему профилактики входят, как я уже называл, и органы образования, и отделы полиции, и медицинские учреждения, и органы муниципальной власти, это администрация, и службы занятости, и учреждения уголовно-исполнительной инспекции и так далее, и так прочее. То есть у нас есть как и плановые проверки в отношении данных организаций, так и неплановые проводим. Но вот все-таки говорить, если дело все-таки дошло до суда, вот какой порядок защиты прав и интересов ребенка именно в суде? Ну, все же, если родители не могут мировым путем решить проблему, связанную с защитой прав ребенка, а один из родителей обращается в суд. А какие могут быть примеры, Андрей Сергеевич, вот таких дел, которые именно доходят до суда в нарушение прав ребенка, можете привести? Ну, таких дел достаточно много, конечно же, это лишение одного из родителей родительских прав, это взыскание алиментных платежей на содержание ребенка. Вот это, я так вот полагаю, что это... По алиментам дети тоже привлекаются в суд? Нет, это, ну, это все-таки категория защиты детей, взыскание алиментных платежей, да, поэтому если мы говорим в общем о категории дел, касаемо защиты прав несовершеннолетних, то алименты, конечно, это основная категория. Присутствие ребенка в суде в каких делах необходимо и возможно, и кто именно в суде защищает интересы несовершеннолетних? Да, скажу, что, значит, кроме того, что один из родителей может подать исковое заявление в суд, также исковое заявление может быть подано прокурором, органам опеки и попечительства, не знаю, детским домом или иной детской организацией и так далее. В судебном заседании принимает участие орган опеки и попечительства, который предоставляет суду, как я уже говорил, акт обследования условий жизни каждого из родителей. Значит, что касается степени участия несовершеннолетнего в суде, это зависит от его возраста, их делится, значит, на три категории. Если ребенку не исполнилось 10 лет, то в данном случае интересы ребенка защищают родители или иной законный представитель несовершеннолетнего. В случае достижения ребенком 10-летнего возраста в такой ситуации интересы несовершеннолетнего также защищают родители или иной законный представитель, но в ходе судебного заседания суд обязан заслушать и учесть мнение ребенка. И третья категория, так называемая, если ребенку исполнилось 14 лет, по достижению этого возраста несовершеннолетний в праве самостоятельно обратиться, подать исковое заявление и защищать свои права в суде. При этом в суде также должны участвовать его законные представители или родители. Ну, здесь, наверное, самые распространенные такие дела, когда у ребенка присутствие в суде, это определение места жительства с одним из родителей. Да, чаще всего это происходит, и тогда уже несовершеннолетнего выслушивают, узнают его мнение. Вот много таких вопросов направляется, ну, в частности, вот прокуратура Куршевского района. Ну, мы такую категорию искового заявления не направляем, это обязательная категория. Данный вопрос разрешается в большей своей мере в делах о лишении, ограничении родительских права, когда решается место проживания ребенка. Эта категория, согласно Гражданскому конкурсуальному кодексу, для участия обязательна прокурору. Поэтому мы участвуем, да, даем заключение в данных делах. Хорошо. Какая существует ответственность за нарушение прав и интересов детей? Значит, родители, не исполняя предписанные семейным законодательством обязанности или злоупотребляя ими, могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Если родитель или законный представитель не исполняет возложенные законы на него обязанности, при этом сопрягается с жестоким обращением в отношении совершеннолетнего, здесь наступает уголовная ответственность, статья 156 Уголовный кодекс, который предусматривает вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. Если, значит, родители или законные представители несовершеннолетнего не защищают должным образом его права или законные интересы, то они могут быть подвергнуты административному наказанию в виде предупреждения или административного штрафа. Вот все-таки при возникновении конфликтной ситуации в семье, когда ребенок не может проживать самостоятельно с родителями, вот скажите, пожалуйста, что в данном случае нужно и важно сделать, и куда все-таки стоит обратиться? Ребенок за помощью может обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства своему, в комиссию по делам несовершеннолетних, в социально-реабилитационный центр по месту нахождения, ну, кроме того, в прокуратуру, конечно же. Кроме того, семейным кодексом Российской Федерации устанавливается обязанность должностных лиц или граждан, которым стало известно нарушение прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, незамедлительно сообщать об этом органу опеки и попечительства. Это касается не только должностных лиц, но и всех граждан. Ну, понятно, если семья неблагополучная, то они стоят в любом случае на учете и в органах опеки, и в полиции. И за такими семьями пристальное внимание, конечно, особенно за детьми. Но если семья благополучная... Вот, кстати, к нашей с вами теме, вот все чаще в средствах массовой информации мы видим сюжеты о недопущении насилия над детьми. Я вот буквально недавно видела сюжет, когда ребенок из благополучной семьи обратился в полицию с заявлением, что его якобы избил отец. Однако же было ясно и понятно, что отец просто в воспитательных целях дал ребенку подзатыльник. Вот где же та грань, которую родителям все-таки нельзя переступать? И есть ли она? Вы знаете, ну, я так полагаю, что это вопрос воспитания, и грань, конечно же, она существует, но существует для каждого родителя какая-то своя. Я могу сказать, что есть уголовный кодекс, который предусматривает ответственность за жестокое обращение с детьми, жестокое обращение с детьми и в отношении детей. Но ведь есть же понятие расшифровки жестокое обращение с детьми. Что оно в себя включает, Андрей Сергеевич? Ну, включает систематическое нарушение пара в ребенка, выраженное, не знаю, в отсутствии питания, в отсутствии одежды, в конце концов, в оставлении в опасности, в оставлении без присмотра на какое-то длительное время, в незнакомой ситуации, да даже не то, что в незнакомой, в квартире у себя продолжительное время. Все это может оцениться как жестокое обращение с ребенком. Но я так полагаю, что в каждом случае необходимо давать оценку. А кто дает эту оценку? Все-таки органы полиции в первую очередь привлекаются, да? Конечно, правоохранительные органы, да, будут давать оценку каждому случаю, каждому сигналу о жестоком обращении с детьми. Будь то подзатыльник, или будь то оставление в опасности в той или иной ситуации. Вот, кстати, оставление в опасности. Считается ли это? Я сама, как мама, очень часто наблюдала такую картину, когда родители на парковках оставляют детей с закрытыми машинами. Мама и папа объясняют и так. Он спал, он вне опасности, не будем же мы его тащить в торговый центр. И таких случаев, ну, просто очень много. Интернет пестрит такими историями. И во многих случаях они заканчивались плачевно. Да, и летальные исходы были, и дети задыхались в автомобилях. Вот это жестокое ли обращение? И если прохожий идет и видит вот такую ситуацию, стоит ли обратиться в полицию? И вообще, как вы прокомментируете такие жизненные ситуации? Я могу сказать, что для квалификации деяний по статистике 56-й не требуется наступление каких-либо последствий. Так. Помимо прочего, отвечая на ваш вопрос о том, что следует ли сообщать, я полагаю, что, конечно, не надо оставаться равнодушным и проходить мимо, и заявлять, конечно, о каждом факте таком. Давайте немножечко подойдем от заявленной темы. Я хочу спросить вас о работе в Куйбышевском районе. Во-первых, как давно вы работаете в прокуратуре? Любите ли вы свою профессию и работу? Ну, конечно, я свою профессию очень люблю и горжусь ей. Работаю я в этой должности с 2016 года. по настоящее время. Да. Работа довольно-таки интересная, каждый день новая. Не секрет, актуальность особую в последнее время приобрел вопрос защиты детей от информации, вот причиняющих их вред психическому, нравственному развитию. Вот какие меры принимают прокуратуры района вот именно в этих вопросах, защиты от информации из интернета? Защита от информации из интернета, конечно, актуальная тема. Если говорить о защите информации в образовательных учреждениях, так в образовательных учреждениях, в интернет-классах, в компьютерных классах должна быть установлена так называемая контентная фильтрация, где информация фильтрует поступление. Вот настройки данной контентной информации мы также ездим по образовательным учреждениям и проверяем, действительно работает ли, не работает. Помимо этого, конечно, все сотрудники нашей прокуратуры занимаются мониторингом сети информации. И в случае выявления какой-то информации, которая запрещена к распространению в сети интернет, мы предъявляем административные исковые заявления в суд для блокировки данной информации. — Хорошо. Про общение с жителями города Самара сейчас, когда такая непростая эпидобстановка. Если нужно подать заявление в прокуратуру, как все-таки лучше это сделать? Спосредством интернет, либо как-то дистанционно, либо письменно? Я имею в виду, исключив личный контакт, либо он все-таки необходим в связи с спецификой вашей работы? — Ну, личный контакт нам, в принципе, для подачи заявления не принципиален, потому что в случае необходимости в заявлении гражданина указываются свои контактные данные. Мы всегда сможем связаться по телефону, уточнить те или иные обстоятельства, необходимые для разрешения обращения. — Если с учетом санитарно-психологической обстановки гражданин не желает приходить на личный прием в прокуратуру района, у нас есть, во-первых, это, конечно же, ящик для принятия обращений, который размещен непосредственно при входе в наше помещение. Помимо этого есть интернет-приемная, находящаяся на сайте прокуратуры областной. В любом виде мы можем принять и заказной корреспонденции, и почтовой корреспонденции, адресованные в наш адрес. Все заявления будут зарегистрированы и рассмотрены по существу. — Заявление — это, конечно, очень хорошо, но вот есть такое расхожее выражение, которое всем известно, бумага-то все стерпит. Насколько вы проверяете правильность и достоверность информации, которая изложена в обращении? Может быть, человек попросту-напросто договаривает или лжет, или недостоверно доносит той или иной информацию. Вы работаете как с такими обращениями граждан? — Рассмотрение обращений подразумевает, конечно же, изначальное вынесение решения о проведении проверки в отношении того или иного должностного лица, либо юридического лица. Соответственно, делаем запросы. От характера жалоб это, может быть, любые контролирующие органы для предоставления нам той или иной информации. И уже в совокупности собранных доказательств даем оценку. — Хорошо. Ну и объясняйте, да, что заведомо ложные показания, они все-таки несут административную, как минимум, ответственность. — Нет, если доводы обращения не подтверждаются, если они касаются социальных прав граждан, по мнению заявителя, что они были у него нарушены, зачастую заявитель считает о том, что его права нарушены тем или иным органам, должностным лицом, но в ходе проверки данные факты не подтверждаются. — Тогда у нас есть, мы практикуем в последнее время так называемый разъяснительный прием. Если заявитель желает обращаться к нам на прием, мы ему разъясняем, почему его доводы были ошибочны и как надо действовать в той или иной ситуации. — Хорошо. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Благодарю вас за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Но а если вы считаете, что ваши права нарушены, вы знаете, куда обращаться. Всего хорошего. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова